Добрый вечер. Глупости о том, что безработные делают революцию, а не уставший, если сказать, останевший от него народ. И мы же видим, нет ни одного митинга в поддержку Лукашенко. Где они эти 80%? Значит, Цепкал в эфире нашего канала назвал цифру 10%. Люди, которые за него проголосовали. Но говорить набором глупостей так бессердечно. Он же батькой поотношает. Это поразительно. Выяснилось, что ему нечего сказать. Я сегодня об этом говорил в своей реплике. Не нашел ни одной даже красивой фразы, пусть пустой, но красивой фразы, которая успокоила бы людей. Самое главное – это пересчет голосов. Весь мир говорит, пока бюллетени целы, пока ты не объявлен официальным президентом, пересчитайте голоса. Это нормальная процедура. Так было в Америке не раз. Да где только так не было. Их очень легко посчитать. Только под камерами, естественно. С наблюдателями. Не по-мужски говорить – нет. Просто не по-мужски, не по-офицерски. Он же Верховный Роман. У него нет другого народа. И будущего в этой ситуации у Лукашенко нет, потому что управлять этими людьми уже невозможно. Раньше протест был в Ютьюбе, в интернете, и интернет правил страной. Я Беларусь. Как и Россия. Россия правит интернет. Сейчас протест вышел на улицу. И понятно, что так просто этот протест не закончится. А что делать с этой энергией, когда нет слов? Не понимает никто безвыходная ситуация. Лукашенко никакие теплые, нормальные, сердечные слова не найдет. Он же очень упрямый мужчина. Я помню в году 90-каком. Он только-только стал президентом. Мы с ним спорили. В общем, у нас был замечательный вечер. Теплый. Такой человеческий. Мы только-только познакомились. Он дал мне большое интервью тогда. Я ему говорю, что Василь Быков, он же великий писатель белорусский. Никогда не издавали Быкова в трех, в четырех, в пяти томах Василя Быкова. По-белорусски. По-русски да, а по-белорусски нет. Издай трехтомник. Напиши предисловие. Андрюша, он Зенон Поздняк, он оппозиция. Он мне много объяснял, что Быков это оппозиция. Я понимаю, что Зенон Поздняк и оппозиция. Но Василь Быков автор Круглянского моста. Круглянский мост, великая книга. Это гордость Белоруссии. Ты президент всех белорусов. Нет, пробить было невозможно уже тогда. А сегодня это что-то уже совсем, что называется, странное. Мне так кажется. Очень странное. Мы на своем YouTube-канале, на официальном канале для Караулова, в YouTube опубликовали видео, кадры 2001 года, где вы как раз общаетесь с Александром Лукашенко. Также вы общаетесь, кстати, с губернатором Хабаровска, с губернатором Хабаровска в 2001 году. И Хабаровск сейчас тоже на слуху. Но если к Лукашенко, вот как он изменился, на ваш взгляд, на эти годы? 2001, когда вы брали интервью для этого фильма. И вот сейчас, в 2012. Знаете, ведь его судьбу, Лукашенко, мало кто знает. Вот он мне, скажем, рассказывал, что пережить все надо было. Помню Андрюха, Андрюха, вот Кучма, Леня Кучма, какой человек, он же мне ничего не сказал, а на каком-то СНГ за руку меня дернул, иди сюда, политрук чертов, ты что же делаешь? Когда сына в Крым отправляешь, ты бы хоть сказал, приглядеть же треба. А что случилось? А случилось страшное. Каких-то воров в Минске повязали, и они, чтобы, их сподвижники, чтобы эти воры вышли на свободу, в Крыму охотились за сыном Лукашенко. Просто взять его в заложники. Он много что пережил. Он приезжал в деревню, и рушилась стенка прямо перед ним. Я однажды пришел к нему на Машеровскую дачу, потрясающий дом старый, и огромный каток, залитый светом. Матерь Божья, хоккейный матч. Смотрю, нет, не матч. Лукашенко в полной амуниции, сам с собой играет в хоккей. Подошел поближе, вижу, нет, он играет не сам с собой, а с собакой. Я обалдел. Александр Григорьевич, ну хоккей, коллективная игра, ну как же. Его ответ меня потряс. Он сказал, Андрюха, я же звал сюда команду. Я же звал. Они же в первом периоде, вот в этом антракте, все хотели что-то, кто акционировать, кто приватизировать. От всех отделился, вот собаку научил шайбу гонять. Играю в хоккей с собакой. Осень патриарха. Или предательство его жены, которая в школове осталась. С разными всякими фразами. Сразу после выборов. Он пережил очень много. У него потрясающая судьба. То, что я сегодня вижу, это человек, который живет в своем мире, который, как мне представляется, потерял всякое ощущение реальности, рядом с которым нет никого, кто мог бы с ним говорить по-человечески. И нет никого, кто разогрел бы его душу, его сердце на нормальный, мужской, спокойный диалог с народом. Диалог лидера. Диалог человека, который сохранял все эти годы Беларусь, очень бережен. Который выгонял олигархов, который не дал оставщикам развернуться в Беларуси, посредникам, то, что в России было. И в 90-е и позже. Но который реально... Знаете, все очень быстро в наших странах, на постсоветском пространстве, плохие слова, постсоветское пространство. Это гитлеровский термин. Но все очень быстро переходит в собственную противоположность. И демократы оказываются фашистами. Очень быстро. Прямо на глазах. Что случилось с Лукашенко, не понимаю. Но он, кажется, мне кажется, и сам не понимал до вот этих всех событий, в какой стране он живет. Он проснулся в незнакомой стране. И то, что сегодня силовики снимают с себя погоны, и вы слышали, Гродненский мериционер главный извинялся перед людьми. Они очень единая нация. И все протесты у них впереди. Что делать с этим людьми, Лукашенко не знает. Сказать ему нечего. Что он предложит, не очень. Понимаю. Ему надо было обратиться сразу. Найти слова. Братья и сестры. Но какие-то слова. Он их не нашел. Думаю, что уже не найдет. И все это печально. На самом деле это печально. Это осень патриарха. Действительно осень патриарха. Я много его снимал. Помню его рассказы, как его травили, когда были его выборы. Какую-то стюардессу ему приписали. Там народ смеялся. Стюардесса по имени Лажа. Стюардесса по имени Жанна. Сегодня эта Лажа у него на каждом шагу. Он этого, мне кажется, не понимает. Но все-таки, на ваш взгляд, в какой-то момент это происходит с человеком, когда этот спусковой крючок, когда этот рубеж наступает, и такая эволюция, как вы сказали, по всей видимости, тенденция. Я месяца полтора или два назад выступал по их каналу, по первому белорусскому. Несколько раз выступал за эти... Еще не был избирательной кампании, но уже было понятно, что она будет непростая. И я действительно рассказывал о том, как Лукашенко спасал заводы от приватизации и прихватизации. И мне после этого позвонил его пресс-секретарь, сказал от его имени всякие разные хорошие слова. Мне очень понравился этот разговор. Пригласила в Минск приехать. Дело в том, что если бы Лукашенко, хотя бы через нас журналистов, разных журналистов, Гордон, одна история, кто-то Максим Шевченко, он подошел к Максиму сам, увидел его где-то там в Минске на каком-то мероприятии, раздел у всех, подошел к Максиму, обнял его. В нем периодически проявлялся... Я никогда не забуду рассказ Лукашенко, как Андрюша, спортсменка, девчонка, лет 14, несет кубок, а они в каком-то сарае занимаются, у них у их сборная, место заняли высокое, нет даже клуба. Я им обязательно построю дворец спорта. И у него слезы идут из глаз. Просто слезы у нас. В нем было очень много человеческого. Куда это все делось? Почему он через нас, через журналистов, не обращался именно в диалоги к людям? Когда вот так, на фоне книг, когда горит настольная лампа, когда разговоры по душам, о чем угодно, и о Путине, и о Ельцине. Ельцин звал его сын. Всегда звал его сын. Об подлинных отношениях. Газ, нефть, но обо всем. Так просто, когда у тебя сильный собеседник, раскрываться своему. Именно просто. Как футбол. Чем сильнее играет команда, тем сильнее ответный удар или даже гол. Он отошел от этого. Он остался с самим собой. Наедение с самим собой. Ни к чему хорошему это не привело, мы видим. Он в интервью вам говорит о том, что Путин и он друзья. Но это было в 2001 году. Они были друзья, потом они были не друзья. Потом они были не пойми что. Потом снова друзья. Потом опять не пойми что. Лукашенко и Путин. Путин ведь человек очень своеобразный. С Путином трудно дружить. Он никого к себе не подпускает. Это натура такая. Не потому, что он разуверился в людях. Сейчас, когда после норильского никеля Путин понимает, что его все обманули. Его идеально все обманули. Или сейчас обманывает Алроса с родником мир, который они затопили по глупости. А все списали на природные условия. А не на подушку безопасности. Которую, как я предполагаю, они сделали не 120 метров, а 50. И город надо переселять. Работы нет для людей. Это разные истории совершенно. Лукашенко потерял диалог. Вот этот вкус к диалогу. Он говорит монологами. А все остальные сидят и записывают за ним. Так не бывает. Ну и то, что я не мог понять никак. И принять это тюрьмы. Покидать в тюрьмы всех своих соперников. Один, второй, третий. Цепкало не рассказывать. Его жене угрожали. Вы так часто ходили по митингам. Говорили его жене. Мас лишим родительских прав. Почему она уехала-то из Беларуси сначала в Россию? Это все за предел. Это все за предел. Такой ценой в 21 веке власть удержать невозможно. Невозможно. Китай предложил ему, я знаю, политическое убежище. Они вовремя это сделали, китайцы. Я не понимаю, как можно выйти из этой ситуации, когда... Сегодня дети, завтра народ. Говорил когда-то Сергей Михалков. А молодежь против. Это не рука Чехии. Опять какие-то глупости. Чехии. Рука Литвы. Рука Москвы. Я не знаю, кого еще. Все это чушь собачья. Диктатура. Новые эскадроны смеять ей не получится. Никто не поверит в том, что это рука Чехии. Мне когда-то Гидролич Алиев говорил. Его обвинил Аркадий Ваксберг в литературке. Что вот Визиров, когда бунт был в Баку. А Визиров скрывался на крыше правительства. Их президент. Это все Малалиев сделал. Андрей, запомни. Никакой клан, никакого Алиева не может вывезти на улицу 30 тысяч человек. Сейчас-то вышло больше. Можно сказать о том, что этот сценарий, который сейчас наблюдают... Там нет сценария. Там нет сценария. Там сценария рождается каждый день. Там нет сценария. Там есть протест людей. В том-то и дело, что все очень хаотично. И нет никакого сценария, никакой руки. А в России, я понимаю, что вопрос будет хуже. И страшнее. Уже началось. Уже началось. В Хабаровске или где-то? Не только в Хабаровске. Поддержка Хабаровской во всех городах. Началась пенсионная реформа. Потом это так называемая борьба с коронавирусом. Мы впереди планеты всей. Потом идиотское совершенно голосование. Как они его провели. Сама попытка обнулить все эти сроки. Когда людям просто плюнули в душу. А сейчас самое главное, все понимают, что у нас никакие начальники. Просто никакие. Просто никакие. В регионах начальники никакие. Знаете, губернатор не может быть глупым. Очень глупым. Всяко бывало в России. Умным. Но губернатор не может быть смешным. У нас каждый регион как европейская страна. Очень много смешных людей во власти. Просто смешных. Вообще не говорящих. Где Единая Россия сегодня? Куда они делись? Кто-нибудь выступал за последние месяцы? Покажите мне. Я-то их в эфир привезти не могу. То один сбежит, то второй. Мои же товарищи. Боятся люди говорить. Не знают, чего говорить. Говорят, вот все слова исчезли. А протест нарастает. Мы же провели голосование. Знаете наш канал? Мы действительно честно. Два дня. Причем я его остановил. Люди все равно голосуют. А я снял все эти итоги, чтобы просто людей остановить. Они стали под сюжетами голосовать. Мы получили цифру. 98%. Причем цифра стояла стабильно. Два дня. Не менялась. 98% россиян не доверяют власти. 2% доверяют. Тут же в ЦОМ через несколько дней мне дал другую цифру. Но я так понял, что и мне в том числе. 70% доверяют. Ну, ребята, ну хорошо. Кого мы обманываем? Так что в России будет очень сложно. Это понятно. У Путина шок. Я бы сегодня об этом говорил в своей реплике на канале. Абсолютный шок от Беларуси. Потому, что ему все говорили не так про Беларусь. Абсолютно предполагаю я. Поэтому, да, какие-то люди посылались. Я допускаю эту мысль. И те же бойцы Пригожина туда же. Для чего? Да допускаю эту мысль. Но то, что люди миллионно выйдут на улицу. А подождите, что будет в субботу. Кульминация в субботу. С пятницы на субботу. В субботу. И суббота на воскресенье. Нет, Путин таких сценариев никто не отдал. Как не давали по Зеленскому никаких прогнозов. Опять его обманули. Очень интересно. Где наши все эти аналитики, службы. Специальные службы. Супер специальные. Хотелось бы мне знать. Леонид Гозман, который выступал у нас в одном из стримов, сказал, что он опасается, что Россия при определенном стечении обстоятельств может ввести войска в Республику Беларусь. Вот на ваш взгляд это... У Леонида Гозмана всегда косой взгляд на жизнь. У него природное косоглазие. Я сейчас не о глазах, а о ментальности. Не верьте тому, что говорит Гозман. Если Гозман сказал, то все будет наоборот. Мне так кажется. Какие войска? Ну вот в нашем части в том числе спрашивают у вас об этом. Возможно ли такое, что Путин введет войска? Нет, Путин никогда никуда никакие войска не введет. Как вы, наверное, слышали, у нас выступал Игорь Стрелков на канале. Он рассказывал, что тайными указами мы награждаем... Он предполагает Стрелков. Тайными указами мы, то есть Путин награждает, мы России награждаем орденами бойцов частных военных компаний. Которые в Сирии и там еще где-то. Никогда Путин никуда никакие войска не введет. Он их на Донбасс хотел ввести, как я понимаю, и на границе остановился. Хотя уже были наклеены бирки, что это на мундиры, что это миротворцы. Вы плохо знаете Путина. На это он никогда не решится. Ему это не надо. Ему понять, что происходит сегодня вокруг него. Когда-то Березовский при мне ему говорил. Для тебя, Володя, главная опасность исходит от своих. Березовского нет, а слова живут. Сегодня Кириенко для отставки Путина сделал больше, чем любая рука любой Праги, Литвы, Риги, я не знаю еще кого-то, Америки. Свои собственные демонтируют систему изнутри, назначают дебилов во власть. Что такое дебилы, могу примеры привести, от которых весь мир смеется. У нас есть губернатор, который построил за народные деньги госпиталь для лечения ковида. На скорую руку. Из материалов пятой сложности опасности противопожарной. Он сказал, что ты делаешь, там же от случайной спички все сгорят. Что сделал губернатор, написал в МЧС письмо. Дорогой МЧС, дай мне круглосуточно в госпиталь. 12 пожарных. Нигде в мире такого не происходит. Другие примеры приводить? Замучимся до утра. К сожалению, это сегодняшняя наша реальность. У нас каждое кадровое значение хуже предыдущего. Кто виноват? Резидент, конечно. Кто же еще? Но, к сожалению... По поводу войск. Ведь Грузия-то Россия ввела на территорию. Вспомнила мамка, как девка была. А то называлось принуждение к миру. А белорусов к чему принуждать? К Лукашеву, что ли? Нет, нет. Не путайте одно с другим. Во-первых, был Медведев. Путин формально был премьером. С другой стороны, это все совсем... Это разные ситуации. Абсолютно разные. Поймите, мы у нас союзное государство. У нас все молчат. Вот мы орали в эфирах на нашем канале. Что же молчать? Вот МИД сегодня, по-моему, сказал, что да, Россия, Москва обеспокоена, Россия обеспокоена, так сказать, происходящим в Беларуси. У нас половина союзного государства в огне. Путин молчит. Все молчат. Единая Россия молчит. Не молчим только мы с вами. Все молчат в России. Какие войска? Откуда? Что мы говорим? Частная военная компания, вообще, вот эта игра с частной военной компанией, потому что она стала таким мощным... Игорь Стрелков считает, что они поехали туда для непонятных целей. Им сказали, ждите команды. Очень похоже на правду. Бойцы вернутся. Уверен, что Лукашенко не отдаст их на растерзание украинским. Братьям нашим. Что им там всем пожизненное грозит, если не смертная казнь. Они вернутся, все расскажут. Думаю, что расскажут. Кто-то точно расскажет. Мы знать будем, что там произошло с этой частной военной компанией. Там они неспроста. И все эти деньги суданские у них в кармане, по-моему, суданские у них валюта была. И то, что они там самолеты опоздали. Я в это не верю. Но опять, Лукашенко был бы мудрым человеком. Поставил бы камеры. Всех 30 человек, 33, посадил бы перед камерами. Дал микрофон каждому, петличку повесил. Все стало понятно. Что он этого не сделал? Что мешает? Как просто? В 21 веке как просто найти истину? Когда все прозрачно. Какие войска? Гозман, кого вы зовете в эфир? Ребята, что вы делаете? Так распугаете всех своих зрителей достойных. У нас разные мнения. Наши в эфире звучат. Ноги поймали. Не хочу дураков. Я трупы не оперирую. Давайте договоримся, что мы об этом говорить не будем. Не будет никаких войск и ничего не будет. Молчание будет. Только вчера православная церковь, только вчера какой-то голос один раздался. А вот это-то как понять? Мы же славяне. Где священники? Где миротворцы? Вот сегодня батюшка вышел вместе с протестующими. Один молодец, с крестом. Наверное, хотел остановить кровь какую-то. Молодец. А где голоса митрополитов, его святейшества? Где? У нас все привыкли теперь согласовывать с начальником. А если начальник в неком ауте, то и согласований не получается. Это мое предположение. Вот в чем катастрофа-то. Без языки и мы стали. Начальники наши без языки и стали. Я с кем-то по телефону говорю, скажу фамилию Путин. Ой, ой, потом люди кидают трубку. На всякий случай. Как гениально объяснили в аппарате у Москалькова Платошкина, почему ему не положена прогулка во дворе. Разрешите выйти на свежий воздух, объясняла жена и адвокат. Даже в тюрьмах все заключенные гуляют час на воздухе. В любую погоду причем гуляют. Почему Платошкин не может выйти, ноги размять? А в камерах сказали. Это аппарат уполномоченного по правам человека. Во ужас-то какой. Маразм-то в чем? А в камерах сказали адвокату Платошкину и его супруге. Нет балкона. А у Платошкина балкон наверняка есть. Вот он пусть на балконе и гуляет. Эта фраза облетает весь мир. Это нормально. Для уполномоченного по правам человека, генерала Москалькова. Это нормально. Не она сказала, ее люди в приемной. Они еще понимают, что они говорят, кому. Как это все получается у них выговорить. Отчет отдает себе. Что еще обсуждаем? Ну вот, кстати, раз уж упомянули Платошкина, что думать в поводу его домашнего ареста, а вот сегодня у нас адвокат его выступает. А вот сегодня выступает его адвокат. Какой он кремлевский агент. Платошкина арестовали, как я предполагаю, потому что готовился арест Фургала. А в Хабаровске Платошкин имел успех на выборах. Скажем так, осторожно. Чтобы он туда не кинулся. Его ждет условный срок, чтобы он 10 лет не мог никуда баллотироваться. Так опять глупость полная. Платошкин может сказать. Дорогие друзья, все, что происходило и происходит со мной. Два ролика. А то еще две секунды отрезано. Я вот вызвал события общественным защитником. Мне пока суд отказал. Надеюсь, что когда суд начнется, уже сам суд по существу. Я все-таки стану его общественным защитником. И буду иметь возможность изнутри видеть, за что его судят. За какие такие ролики. Он Жириновский столько чего всего наговорил. Когда Фургала закрыли. Ничего. Ему можно. А вот этому нельзя. Закон что дышло. Так вот. Мое предположение. Платошкин арестован за Хабаровск. А то, что он теперь не сможет после приговора условного. Думаю, будет условный приговор. Никакие не 10 лет. Куда-то баллотироваться. Так он может сказать. Если Иван Иванович Иванов, дорогие друзья. Проголосуйте за него. Как за Тихановскую. А я буду советить Ивана Ивановича. Считайте, что Платошкин от Ивана Ивановича Иванова. Вот и все. Из любой ситуации есть выход. Мы это сегодня обсуждали с адвокатом Абузовым. Платошкина. Но когда Платошкина сегодня не разрешают парикмахера. Пусть зарастает. Или когда у его жены Анжелики Горна забирают пенсию. При обыске. Мол, непонятно, откуда у нее дома такие деньги. Ее пенсия копеечная. Ведь на деньгах же не написано, что это деньги получены честно. Да, они деньги и есть деньги. Она доказать не смогла откуда-то там выяснить. Или про ее дома даже не было. Без нее был обыск. Я не помню детали. Но деньги забрали. Не вернули до сих пор. Это нормально? Создается прецедент. Уважаемые родственники. Если какой-нибудь Платошкин у вас в семье заберут, то будут обыски у детей, у внуков, у дедов, у бабушек, прабабушек, племянников, внучаток, племянников. И все деньги какие есть дома. Все унесут до поры до времени. Под расписку. Но унесут. Путин хочет такую страну? Нет, не хочет. Он этого ждал? Нет, не ждал. Эксесс-исполнитель или эксесс-идиотизма всеобщего? От Кириенко идущего. Кто он отвечает за внутреннюю политику в стране? А его профессия дефолт. Сергея Владленовича. Я вас слушаю. Ну что ж, мы вернемся, наверное, уже в финальный вопрос. Вернемся к Белоруссии. И в частности, вот в часе у вас Артур спрашивал о том, стихнут ли протесты. Нет, нет, нет. На ваш взгляд, и когда... Их можно задушить, утопить в крови. Но внутри, в душе, этот протест все равно остается. Надо знать русского человека, славянина. Он не терпит любого насилия на собой. В Белоруссии Лукашенко умудрился сделать так, что у людей началась личная война. У тех, кого уже ОМОН хватало. Они никогда это не забудут, не простят. Молодого парня схватили. Девчонка с ним, она его уважает еще больше. Друзья пришли. Они очень едины, белорусы. Их мало. Они реально держатся друг за друга. Это очень единая, сплоченная нация. Как это у Лукашенко, их батька, сам батька, не понимает этот для меня вопрос? Я очень хочу ему эти вопросы задать. Александр Григорьевич, слышишь, я очень хочу эти вопросы пока не поздно задать. Потому, что потом будет поздно. Я видел в изгнании многих, Курманбека, Бакеева. Я знаю, что это такое оказаться в изгнании. Лукашенко, у него и так диабет там выстрелит. Что-то у него с предусердцем было. Он оказался не готов. Но он, мне кажется, еще раз живет в незнакомой стране. А для лидера это ужасно. Когда мужчина импотент, это плохо для его жены. Когда импотент, он становится президент. Это гибель общества. Вот и все. Так просто. Ну что ж, мы вас благодарим, Андрей Викторович, что вы нашли время и вышли наш прямой эфир. Спасибо вам. Андрей Караулов был с нами.